Жильцы дома номер 19 по улице Краснодонской вынуждены справляться с коммунальными проблемами самостоятельно, потому что не первый месяц остаются без управляющей компании. 15 декабря конкурс выиграла УК «Циркуль», но к обязанностям так и не приступила, а дом не внесли в реестр госжилой инспекции. Об этом жильцы рассказали главе города Елене Лапушкиной во время личного приема граждан. Проблемы у нас растут как снежный ком в связи с тем, что нет управляющей компании. Мало того, не предоставляются никакие услуги коммунальные. Мы ходим козьими тропами по огромным сугробам метро, сами очищали своими силами. Несколько раз подключалась техника районной администрации и расчищала проезд. Однако дом в старом фонде и регулярно происходят коммунальные аварии. Готовим пакет документов в ГЖИ и в прокуратуру с просьбой разобраться с этой управляющей компанией, принять меры и так далее. Пусть разбираются дальше, чтобы у нас в управляющей компании больше не взяла ни один дом таким образом. Теперь торги. Давайте, если с торгами, у нас такая сложность возникает, и приходит компания, которая не готова работать. Я предлагаю выбирать управляющую компанию вам. Проблема в том, что жители выбирали неоднократно, но желающих взять дом на баланс не нашлось из-за многочисленных проблем. Администрация обещала оказать поддержку. Жильцы домов номер 3 и 3А на демократической пришли на прием к главе, поскольку хотят облагородить небольшой сквер под окнами. Точнее, официальная территория не имеет статуса сквера, поскольку уже числится на кадастре как собственность жильцов многоквартирного дома. За уборку должна отвечать обслуживающая управляющая компания, но сотрудники отказываются и говорят, что это не их территория. Если они так говорят, мы с ними поспорим, потому что у нас есть земля поставлена на кадастре. Вот вы сейчас по большому счету два огромного власть управляющих компаний, в том числе и за санитарное содержание. Жителям предложили также благоустроить территорию в рамках программы «Комфортная городская среда» или губернаторского проекта «Содействие». Кроме того, во время личного приема глава города пообещала проконтролировать обустройство и содержание контейнерной площадки на улице Снежной. А жильцы дома номер 92 по улице Алексея Толстого попросили помочь разобраться с изменениями, которые некоторые собственники внесли в конструкцию сооружения. Построили паркинг и соорудили надстройки, из-за чего в квартирах пошли трещины. Елена Лапушкина пообещала обсудить проблему с прокурором города. Светлана Кудрявцева, Константин Головин. События.